Министерство образования пригласило нас, то есть пресс-службу Багуир поучаствовать в международной выставке СМИ в Беларуси. Требовалось не так уже много разместиться на одной площадке с 11 вузовскими СМИ и взять на себя роль хедлайнеров. На подготовку всего ничего один день и одна ночь. И вот этот день 5 мая настал. СМИ в Беларуси открывалась в национальном выставочном центре Белэкспо, одной из самых престижных площадок в центре Минска. Более 400 меди из 12 стран мира, и мы среди них. И нас ничуть не огорчило, что на стенде в 30 квадратов, считая нас 30 участников. Иногда, конечно, мы чувствовали себя как на Титанике, который вот-вот начнет тонуть, а лодок и спасательных кругов на всех не хватает. Но зато научились договариваться с людьми разных возрастов и статусов. Буквально через полчаса после открытия выставки одна из первых презентаций у пресс-службы Багуир начинали с тематического танца с газетами. И, как оказалось, самое трудное – это освободить от посетителей площадку для выступления. Отдам должной студентке Фре Наташи Винниковой и ее танцевальной группе. Все сложности перенесли как должное. Об этом сотрудничестве, если так можно его назвать, не пожалела. Тот самый случай, когда студенты, думаю, благодаря все той же Наташе, согласились участвовать без уговора, вы не подвели. Танцы – это только начало. Уже через несколько минут нам предстояло превратить площадку стенда в съемочную студию, а ведущему Мол ТВ Васе Кузьмичеву во взгляде сбоку разговорить посетителей выставки на тему IT-технологий. Участники уже могут увидеть себя на канале YouTube молодежного телевидения Багуэр. Передышку нам устроили соседи по стенду из БНТУ. Их так называемый «круглый стол» вышел за рамки традиционного формата. Это было целое шоу. Танцевали все. Там же на выставке мы решили организовать и последнее занятие школы журналиста 2. До этого целый апрель известные белорусские журналисты, среди которых ведущий ОНТ Олег Репешенков, диджей Радиус ФМ Евгения Задора, корреспондент онлайнера Полина Шумицкая, всех не перечислить. Учили студентов Багуэр, как писать новости и делать сюжеты. Между тем, на выставке СМИ уже оператор и режиссер Мол ТВ Сережа Миско провел мастер-класс по съемке на камеру GoPro. Он снимает на камеру каждое свое лето и делает оригинальные ролики, которые размещают на портале онлайнер. Его проекты набирают больше 10 тысяч просмотров на ютюбе. Максима танцевали коллектив Фиту, с которым тоже наши отношения сложились во многом благодаря СМИ в Беларуси. Братья Иван и Владимир Слижики незадолго до выставки попросили снять ролик для отчетного концерта. Поскольку проектов, где было так много движения, мы не снимали, согласились. А потом оказалось, что они нам помогли больше, чем мы. Хорошие ребята. Я часто упускаю что-то важное, когда готовлюсь к чему-то важному. А вот Алла Викторовна Боярка, руководитель пресс-службы, тот самый человек, который помогает реализовать идею лучше. Она предложила презентовать на СМИ в Беларуси проекты «Должны помнить» к 70-летию Великой Победы. Этот цикл состоит из 10 роликов. В каждом один герой и своя история о войне. Проект делала вместе с видеоинженером ОНТ и режиссером МОЛ-ТВ Сережей Козловичем. Работать с ним теперь – это одно удовольствие. Вторая часть презентации – розыгрыш внешнего жесткого диска на 1 терабайт. Всего-то нужно ответить на 70 вопросов о Великой Отечественной войне. Под этот конкурс оператор и монтажер МОЛ-ТВ Дмитрий Ватиховский специально писал программу. Из 20 смельчаков никто так и не смог ответить на все вопросы правильно. Нам казалось, что старт благотворительного проекта «Не будь улиткой» в выставочной программе – самое унылое мероприятие. Хотя и самое важное. Но мы ошибались. Когда ребята волонтерской группы «Созвездия Багуир» начали проводить конкурс, в котором просто нужно было написать «Что такое добро?», к стенду начали стекаться посетители и участники. Было здорово наблюдать, как люди тянутся к хорошему. И еще, мне кажется, на всех магически действовала музыка «Loveful». В этом году участники СМИ в Беларуси собрались в 19-й раз. Для нас же этот международный проект стал первой попыткой заявить о себе среди профессионалов. Хорошо, что этот шанс выпал, когда выставка СМИ стала проводиться отдельно от ТИБА. Такое впечатление, что у этого проекта открылось второе дыхание.